я не знаю слышно вам как поют птицы там речке квакушки квакают красота приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова ну что давайте пройдемся по огороду посмотрим как все подросло покажу я что меня здесь уже выросла что я только что посадила ну и потом покажу какую работу я проделала вчера во дворе давайте пожалуй начнем с огорода помните эту палочку про которую я вам говорила что я жасмином или чубушником пометила здесь усадки на семена моркови морковь так и не вырезала но зато палочка жила вот недаром же говорят что в чернозем воткни палку она и прорастет вот точно сто процентов посмотрите как подросла моя капуста вот она днях рассадила вот еще рядочек она не замульчирована и так удачно получилось и ее высадила солнышко было а потом два дня дождик и она вот как солдатик стоит я уже грязь не полезу здесь небо просыпала песочком ночью шел дождь вчера шел дождь в общем не пойду вода набралась в бак дождевой воды вот такой лучок уже начинает ложиться где-то высмотрела или вычитала что его тоже можно заморозить вот я думаю может быть его немножечко подщипать до нарезать и в контейнеры заморозить как хорошо открыл зимой и вот тебе зеленый лук посмотрите как поднялась клубничка я так удачно перед дождем и и прорыхлила прополола перед этим я ее подкармливала золой рассыпала мне там советовали калийное удобрение азотное вот пока начинаю во все это вникать но здесь уже ягодки завязались в этой клубнички пожалуйста вот она причем их много так что в этом году мы уже будем с клубничкой ой ну как же душа радуется и кукушка кукоет и птички поют дождик начинает моросить посмотрите какой чеснок вылез а как он вырос вылез вырос уже смотрите какой высокий здесь прям целый лес я его поливала когда сухо было может быть поэтому он так и пошел в рост все парнички я уже пооткрывала там вот стоят фрамуги а между ними нет ну то есть там проветривается огурцы плохо растут в этом году холодно им ну не знаю вырастут или нет уж не полезу в грязь здесь вот тоже клубничка тоже пошла это уже уже ягодки завязались а вот это не знаю что то ли редис это наверное редис я просыпала случайно и он вот вылез точно это редиска я сначала думала капуста теперь понимаю что это листья редиса но как-то так получилось что я посеяла редис решила что он не взойдет а потом посадила здесь клубнику и вот в междуряде что-то да вылезла ой ну чеснок прям вообще мутант танечка твой чесночок посмотри посмотри как он вырос ведь я его сажала в декабре в декабре друзья вот почему вдоль дорожки вот так получилось уже конечно и земля начинала промерзать и грязь была и я вот так куда рука дотянулась вдоль дорожки взяла по высаживала чеснок спасибо тебе танюшка теперь у нас будет чеснок пусть немного но все равно он будет так дождик начинает накрапывать у нас прям вся неделя будет в дождях но радует что тепло очень тепло все пошло расти вот здесь сидели танечкины помидоры черри я их уже высадила в открытый грунт ну а в освободившегося места посадила перчик это вот тот перчик друзья который я собрала из магазинного перца семена и они взошли не знаю что будет посмотрим а дальше перчик темп очень хорошо пошел вот здесь у меня лен растет вдоль теплицы ну а там уже там уже лес помидоров помните эти помидоры когда они только вылезали это моя первая рассада сейчас мы пройдем в теплицу видите я здесь уже подняла пленку мы специально так делали что не прибивали а вот эту сторону полиэтилена к нижней планке вот я открутила уголки вот здесь вот видите к чему крепился полиэтилен и подняла вверх потому что уже очень жарко макушечки вот было 31 мая прям вообще жара была мне кажется на солнце все 40 были вот и макушечки помидорчиков начали крутиться им даже открытой двери было мало и я в срочном порядке стала поднимать вот здесь вот делать им проветривание и они ожили сейчас пройдем посмотрим на помидоры это моя первая рассада и я помню как они всходили и я переживала что они все потянулись покупала атлет чтобы укрепить корни и может быть даже рано полила от летом замедлилась замедлился рост но видимо не рано потому что как чувствовала что весна будет холодной и получилось все даже очень хорошо и вовремя вот посмотрите на эти помидоры это розовые бычье сердце помните вот эти два парочка болела я не выбросила все пошло в рост они конечно замедлились отстают но они живые и все пошло маруся я тебя покормила да покормила хватит ненасытная душа вот а вот это деборал это сливки вот все макушечки а то прям вот эти вот все вот так вот покрутились вот а сейчас вот начали выпрямляться вот у их какой же запах здесь помидор друзья прелесть надеюсь будет хороший урожай все красивое я тут даже вчера песочком попросыпала нашла клад в палисаднике немного песка весь зарос травой я его освободила и вот потом покажу что я сделала во дворе вот тепличка у нас самополивом я протыкаю дырки вот здесь когда собирается вода и дождевой водой поливается помидоры мороз сейчас я расскажу зрителям и потом еще молочка тебе налью я думала капуста это редис взяла рассадила надо будет убрать представляете перчик очень хорошо пошел тоже все пооткрывала вот эти вот фрамуги видите здесь фрамуга есть здесь нет но здесь есть и так через одну чтобы каркас для вот этой защитной этой сетки это затеняющая сетка потому что перец не любит солнце и пожалуйста не нужно меня переубеждать спорить со мной вы делаете как хотите а я посмотрела видео где парень рассказывал что раскрыт секрет урожайности перца перец не любит прямые солнечные лучи а любит обильную влагу и тепло поэтому у меня перец будет жить вот под такой затеняющей сеткой посмотрите какая здесь красота там есть уже бутончики вон они я глаза вижу а так вам не приближу но поверьте он уже вот-вот будет цвести а вот этот рядочек вот совсем недавно это я рассадила как раз вот тот магазинный перец то есть из сырого перца собирала семена это было уже поздно и естественно они еще малыши вот высадила тоже сюда очень удобно поливать рыхлить даже не нужно туда заходить открывается вверх и с одной и с другой стороны можно пройтись тоже все здесь пропалывала но трава опять вон пошла расти потому что дожди посмотрите какая картошечка у нас вот эти зеленые островки это лен растет по картошке будет обогащать землю и бороться с колорадским жуком говорят лен выделяет какие-то ну я да типа что то такое чего боится колорадский жук вот но жука здесь нет вообще может быть потому что здесь не сажалось какое-то время несколько лет и он еще не разузнал может быть прилетит но жука пока нет я очень этому рада тоже пропалывала подпушивала картошечку уже один раз конечно еще не окучивала она еще маленькая но с такими дождями я думаю что через недельку нужно будет уже и окучивать вот такая деляночка картошки вот там посадила перец почему-то у меня междурядье получилось очень очень широким и вот как раз посадила перчик картошечка подрастет будет давать тень и перчику будет хорошо он не будет жариться на солнце да друзья спасибо вам большое за рекомендации по отраве от муравьев великий воин я купила вот здесь вот вишню эту заедали муравьи сейчас я эту приманку убрала это красные гранулы а вот и они ушли здесь нет муравья очень много завязи может быть что-то и пустоцветы но вишня будет цвела обильно вот вон вижу вишенки есть так что будем варить компот будем кушать вишню покрасила я деревья это специальная краска для деревьев потом как-нибудь вам буду рассказывать окраш окраски по поводу крыши расскажу и не знаю слышно вам колокола этой церкви в кривополяне он наша красавица крыши видите как лист железа поднялся это вот такой ветер у нас был но этот сарай мы будем сносить поэтому я даже не полезу ее поправлять в принципе ничего нет а этот конечно будем перекрывать вот такая у нас крыши очень хорошая краска потом в отдельном видео я вам расскажу а сегодня просто обзор по огороду вот здесь тоже я положила эту отраву от муравьев великий воин и они тоже отсюда ушли вот так что я думаю что яблоньки тоже станет полегче конечно она уже умирает все это понятно здесь вот если сейчас камера снимет посмотрите какое там дуплище вот там все пустота причем и вверх и вниз марусь что ты там села и давишься пчелу что ли укусила тебя трясет что-то головой прям марусь что такое что случилось что ты съела вот здесь тоже открыла пленку это вот этот материал и там тоже уже не покажу вам но очень хороший перчик прямо подрос вот вчера еще я посадила свеклу первое у меня очень плохо взошла там буквально несколько штучек да и вы не в удачном месте я посадила она была вот здесь вот вдоль и в общем мы ее наверное затоптали больше вот от здесь высадила помидорчики в грунт здесь название помидор новичок и еще какие-то я забыла а это вот поменьше это танечкины мы ездили кто не в гости и представляете вот эти помидоры вот их говорю зачем сажать рассаду это помидоры которые ну не собран был видимо помидорчик упал в землю и дал семена это вот черри и прям пучком все выросло вот таня мне вырвала этот пучок говорит на рассаде вот я просаживала посмотрите какие они хорошенькие здесь их много 20 лунок это вот черри класс ну а там вот большие уже большие помидорчики там жимолость растет все по принималось два кустика танечка мне давала здесь смородинка все принялась это после он вот четыре штучки в этой лунки мы с дочерью посадили дочь приходила в гости посадили дыню но это буквально вот пару дней назад а еще рано говорить о чем-то будет не будет вот этому вышла морковочка малиночка миссан если ты меня смотришь спасибо тебе дорогая я несколько раз сажала морковку а потом марина подсказала посей и накрой пленочкой пусть она под пленкой побудет какое-то время было холодно очень холодно наверно 31 мая к нам только пришло тепло так 6 10 ночью до трех заморозки в общем под пленкой она видимо семена им было тепло и вот она взошла но еще рано рано еще прорывать конечно потом прорву вот эту грядочку я вчера посадила здесь свеклу комары друзья заедают здесь очень много комаров но понятное дело река рядом и спасалась я маслом гвоздика маслом гвоздики вот вот это эфирные масла они наверное то всего от вирусов я вам зимой рассказывала и от комаров прям точечно нанесла на запястье на шею за ушами и они тучами летали возле меня кружили жалко что это нельзя снять на камеру но ни один не укусил вот это по моему кабачок видите стало тепло и все стало вылезать вот еще один кабачок вот там кабачок здесь я сажала арбузы ну походу они накрылись ничего не взошло было очень холодно но посмотрим пока лунки есть да и будут они ничего с ними делать не буду вот это вот рядочек возле малины здесь посадила горох ну что-то он тоже не очень пока всходит вон один единственный зашел один и вот там еще вот а это малинка я думала это наша малина мне прям даже неудобно это оказывается соседская малина она проросла вот там вот это вот от тех соседей насти и димы через забор и ну на нашей стороне она была я думала что это наша малина я ее там выкапываю а соседи отдыхали у них там зона отдыха ну естественно подходят к забору забор же шатается эта рабица и горю настя это не пугайся это я тут малину выкапывая то и здесь очень плохо я думаю что это наша малина она и говорит мы от нее избавились одно наверное к вам перелезла и тут я поняла что я копаю чужую малину ну наверное она уже не чужая раз она уже была на нашей стороне значит это наша малина вот короче я эту малину пересадила и вот теперь она здесь растет не знаю какая если будет сильно ползти буду конечно следить за этим ну как говорится на безраби на безрыбье рак рыба в общем малинка есть здесь вот тоже посыпала песочком лёшик сделал компостную яму сейчас все отходы вся бумага весь картон все бросаем туда пригодились вот эти старые двери в общем все хорошо яблонька принялась там груша в общем все деревья которые мы с лёшиком покупали в этом году мичуринские приезжали у нас там много на рынке всяких и тамбовские приезжают из мордовии но вот соседка посоветовала мичуринские и я купила именно у них эти саженцы абрикосу если вы помните две штуки там за домом растет яблоню грушу и черешню все все принялось посмотрите ну привет и ты гости к нам ходишь да и ты в гости ходишь да я помню тебя ты зимой приходил к нам в сарай ванная набралась и вот посмотрите какой лен просто класс друзья как же его приятно трогать он такой мягкий такой пушистый а еще зацветет синеньким так это вообще вот ну и посмотрите что я вчера сделала конечно это не будет постоянно но сейчас дожди грязь в общем я вчера выложила здесь плиточку как могла тачка мне очень сильно помогла вон она стоит помощница по осени я ее купила если помните есть видео и вот здесь навела более-менее порядочек уложила здесь плиточку это все временно друзья конечно же когда приедет лёшик когда будет время мы все сделаем по-другому здесь вот все песочком засыпала культур мультур стал и вот здесь зачистила весь этот верхний слой дерн сняла по вывозила камни разровняла и тоже вот эту деляночку засеяла льном пусть обогащает пусть будет красиво он зайдет и будет красота ну а эти цветочки мне давала танечка спасибо за название витриница называется это цветочки теперь знаю а вот там тоже зашел ли он видите он черешенка растет и я тоже там посеял алю будет вот такое красивое зеленое поле так что вчера я шел дождь а я тут выкладывала плиточку как же приятно теперь ходить класс я иду здесь если вы помните ли лежали металлические такие листы ржавые вот здесь еще надо навести порядок вот это вот все я вытащила и земли представляете сколько здесь было всего и металл и колосники от печей кстати здесь же печное отопление было здесь вот был наверное угольный сарай потому что я много здесь нахожу угля вот вот так вот выглядит сейчас двор все потихонечку преображается вот такая вот красота более-менее приятно ножка идешь не по грязи вчера я со шланга все помыла здесь было все грязное здесь я кормлю кошечку тоже на помойке нашла вот такой полиэтилен ребята покупали качели соседи картон забрала он мне тоже нужен полиэтилен вот отбила стол и теперь и кошки там есть хорошо если дождь она ну как бы на нее не льет ну и столешница не портится все-таки защищена стол хороший дубовой вот еще здесь конечно парлячок растворитель стоит я красила заготовки для прихожей я вам уже вчера показывала вот он лен видите как подрастет будет красота вот еще вот здесь мне останется содрать вот этот дерн все вывести и заровнять и если хватит там песочка то засыпать песком вот такая красота вот этот цветочек не знаю что это пустил столько стрелочек видите расцветет наверно будет красиво вы сколько бутончика видите красота кого один прям синего синего цвета вот ну вот мои хорошие немножечко прогулялись показала что выросла я очень рада что такие помидорчики красиво у меня выросли даже не верится что из таких волосиночек такое выросло цветочки растут в общем душа радуется душа поет я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока